Всем привет! С вами профессор Гуглов. Космос всегда был и остается одним из неизведанных и всегда притягивающих наше внимание явлений. В детстве мы все смотрели на небо и задавались вопросом, а что там дальше космоса? И до сих пор ответов на эти вопросы мы не получили. Но прогресс в изучении космоса не стоит на месте и ученые из раза в раз радуют нас новыми открытиями и сегодня я расскажу вам о трех наиболее важных открытиях в сфере изучения космоса. Астрономы нашли признаки внеземной жизни в пятидесяти галактиках. Один из немногих орбитальных телескопов Вайс мог в очередной раз порадовать ученых. Полученная информация помогла открыть несколько новых галактик, ранее не замеченных на телескопах. Помимо этого Вайс удалось получить сигналы, которые вероятно могут быть посланными другой разумной цивилизацией. Тем более, что большинство обнаруженных скоплений звезд ученые охарактеризовали условно подходящими для жизни, не исключая возможности для возникновения там жизни. Однако больше всего ученых все же заинтересовали посланные сигналы. Ввиду полученной информации о тех местах, по их мнению, на одной из планет вполне может находиться разумная цивилизация. Тем не менее, вероятность встречи с ними остается очень маленькой. Попытки найти внеземной разум продолжаются еще с 60-х годов прошлого века и, хотя ни одна из них не увенчалась успехом, исследователи не собираются останавливаться в своей работе. НАСА обнаружила в космосе вторую планету Земля. Условия, в которых находится новая планета, очень напоминают таковые для нашей Земли. Официальное название найденного космического тела Кеплер-452b. Дело в том, что находится планета в обитаемой зоне. Пока что известны лишь условия и некоторые свойства Кеплера-452b. Размер планеты куда больше нашей, примерно на 60%. Год там длится чуть дольше, чем у нас, порядка 385 дней. У планеты имеется рядом своя обогревающая звезда, крайне напоминающая наше Солнце. Единственное различие – расстояние от Кеплер-452b до этой звезды чуть больше, нежели от нас до Солнца. Но разница незначительная, порядка нескольких процентов. Ученые полагают, что возраст второй Земли составляет более 6 миллиардов лет. А ближайшая звезда куда старше Солнца, примерно на полтора миллиарда лет. Вполне возможно, что на поверхности имеется вода, так как температурные условия для этого вполне подходящие. Расстояние от нас до возможных братьев огромное – более 1400 световых лет. Стеклянная планета удивила астрономов. Ученые заинтересовались новым объектом под названием HD 189733b. В основном из-за цветовой гаммы. Новая планета, находящаяся в созвездии Лисички, обладала голубым цветом. Первое предположение было о том, что это вода. Но, как оказалось, позже ее там существовать не может, даже в газообразном виде. HD 189733b находится крайне близко к своей звезде. Температура поверхности на этой планете зашкаливает за 1000 градусов Цельсия. Голубой цвет – это кремний, существующий при такой температуре в виде расплавленного стекла. Вся планета покрыта потоками горячего стекла. Плюс ко всему, периодически там возникают вихрия и бурия. Скорость ветра превышает 7000 км в час. Даже представить себе такое в сочетании с расплавленным стеклом крайне трудно. Ну что ж, с вами был профессор Гуглов. Ставьте лайк. Увидимся.